Уважаемые слушатели и любители моих небольших роликов, сегодня я хочу рассказать про компьютеры прошлого. Компьютеры прошлого – это книжки, потому что они, так сказать, сделали очень важную вещь. Они вынесли сознание от носителя. Ну, раньше, как было в Древней Греции, садится какой-нибудь ученый-балбес и начинает, значит, воспитывать учеников. Ну, и между делом, там, они всякими удовольствиями придаются, всяким безобразием. Ну, и он их учит, учит, получается, древнегреческая философия. Кстати, она продлилась всего 90 лет, та самая знаменитая. И больше никогда не было. Поэтому не думайте, что вот греки, они так вдруг поумнели неожиданно в далеком прошлом, и потом долгое время растрачивали свой интеллект, а сейчас, сказать, уже совсем не очень. Нет, такого не было. Это была случайность, которая продлилась 90 лет и больше никак не проявлялась ни в какой Греции. Поэтому достижение издания книжек и вообще книгопечатания – это способ выдернуть интеллект от отдельного человека и раздать его всем. Почему? Потому что умных-то мало, а дураков много. И поэтому возникает проблема, как донести от умного до умного ту информацию, которую один умный придумал, а другой может прочесть и понять, о чём идёт речь. Так вот, поскольку умные довольно редки, как показывает опыт, в том числе и демонстрации по телевизору разных неожиданностей, нужно как-то дотаскивать. И вот вместе с книгопечатанием началось с письменностью, которая в России стала поголовной почти 800 лет назад, то есть, ну, верстенные грамоты и прочее-прочее, то, что сейчас фальсифицируется тщательно, книги стали аналогом компьютера. То есть информация, хранящаяся в книгах, не зависит уже от своего носителя, её не надо передавать из рук в руки, ведь им можно пользоваться. Ну, а с другой стороны, книги дают нам представление о том, как меняются страны и народы. Интересно не то, что в них написано, так сказать, в качестве умозрения, а то, что характеризует ту ситуацию, которая была там 150-200 лет назад. И поэтому вот 150-летняя книжка, замечательная вот эта, Тена, знаменитого французского натуралиста, по сути дела, Юлиуса Тена, который наблюдал за человечеством, в общем, занимался примерно тем же, чем и я. Только он не занимался экспериментальной гоминидной эволюцией, а он был созерцателем. И в 1869 году, уже на русском языке, вышла книжка под названием «Критический опыт». Вот она, вот критический опыт. То есть это собрание его сочинений, больших в разных местах, которые публиковались. Но интересна она для нас во многих отношениях. Ну, во-первых, здесь список книжки. Здесь ГИЗа начинается, 179-я страница, а книжка должна быть 400. Ну и смотрим на оглавление, действительно 458. Но почему-то половины нет. Что-то это мне напоминает. Это напоминает цензуру современного интернет-пространства. Ну и после ГИЗа что? Англия после революции. Вымарана. Текст выброшено, выкинут. Значит, дальше здесь Свифт оказался неугоден российской цензуре. Тоже был выкинут. Ну и Лорд Байрон. Тут уж понятно с его наклонностями. Так что книжка оказалась в 200 страниц с извлечениями. Но для нас интересно то, что мы видим в настоящее время в описании Тена о мормонах. То есть, ну, американцах. Но он не только про мормонов. Там он бедный и несчастный. Он там потерял 40 тысяч франков, чтобы добраться до мормонов. Там было всего 400 километров. Так что в Америке дорого было ездить. Но самое главное его наблюдение за обычными американцами, не мормонами. Послушаем, что он пишет. Присоедините к этому состояние умов в Америке. Американец независим. Всякий плотник считает себя столь же ученым, столь же способным судить, как и любой историк, критик, философ и теолог по профессии. Вследствие этого в Америке представляется свободное поприще для всех религиозных толкований. В одном Нью-Йорке насчитывается до 150 сект, хотя они еще и не все сочтены. В этой расе, имеется в виду американцы, существуют известные доли мистического безумия. Вам не напоминает современный Маруэлл-фильм? Мне кажется, очень похоже. Торговцы, плантаторы, самые положительные деловые люди, в совершенстве изучившие искусство размножать доллары, все устраивают собрание, где они проповедуют, молятся, плачут, чувствуют прикосновение духа, исповедуют публично свои грехи и с криками и гримасами. Вот такое замечательное описание Америки, полностью совпадающее с сегодняшним Голливудом, с теми нравами, которые царят в их обществе, и с тем, как они организовали интернет. Собственно говоря, об этом и идет сегодня речь. В чем проблема? Проблема в том, что интернет – это идеальный способ управления людьми. Почему? Потому что вы и тыкайте, там есть ответы на все вопросы. Хорошо это, это замечательно. И школьники, собственно говоря, становятся все более и более совершенны. Здесь недавно мне попался ролик, в котором ЕГЭшник завязывает узелок на веревочке. Под руководством двух специалистов он обучался этому около 10 минут, но справился только случайно. Вот это примерно тот уровень, который создается интернетом. Там веревочки вязать не учат. Там не учат очень многим вещам, которые для человека, например, начала 20 века представлялись нормальными. А сейчас представляются ненормальными. Набор ценностей вам подается только такой в интернете, который нужен тем, кто подает. Не думайте, что у вас есть право выбора. Нет у вас никакого права выбора. У вас есть доступ к информации, нет никакого доступа к информации. Как в работе Тена 150 лет назад вымарывали Англия после революции, так точно вымарывается все из интернета. И там, частично и даже у нас, и в Китае, и в Японии, и в любой стране. Потому что это то же самое, что внечеловеческий носитель информации. Поэтому надеяться на то, что вы получаете исчерпывающие знания, не приходится. Поэтому меня очень веселят люди, которые, отвечая, комментируя мои там ролики по фотографии, вдруг неожиданно говорят, вот это все не так, я там прочел. И там видно, что он прочел в интернет-блогера такого же балбеса, как сам, который ни об оптике, ни о фотографии ничего не знает. Но смог перевести с запада дурацкий комментарий. Или западные тестировщики техники. То же самое. У меня есть много начинающих фотографов, хотя уже зрелые мужики, которые говорят, ну, смотрите, вот там Джон Билл условный. Он показывает, какая плохая камера Лейка, какая хорошая камера Кэнон. Я говорю, ребятки, а вы видели эти, сравнивали кадры? Посмотрите. Один снят, чувствительность поставлена там 6400, в другом 100. Они в разное время сняты. Они, там снег лежит. А в другом месяце снега меньше. Один снят днем, другой ночью, чтобы зерно было покрупнее. Нельзя верить людям, которые за 100 удобных единиц готовы наврать вам сколько угодно. То есть на самом деле интернет-система, она призвана отучить вас от мышления. Это основная задача. Одно дело, что вы пользуетесь инструментом, там записываете тексты, разговоры какие-то там еще этим. Но если вы начинаете питаться информацией оттуда, как дети, то вы такими же балбесами, как дети, и становитесь, хотя пытаетесь их воспитывать. То есть создается искусственная среда в этом интернет-сообществе, которая блокирует интеллектуальное развитие человека. Тебе на все есть готовый ответ. Но только тот, который устраивает тех, кто его тебе подает. Поэтому, конечно, информация, многие говорят, а как же мы будем свежайшую информацию получать? Как же нам? А она вам нужна? Зачем? Вполне справлялись в том же XIX веке, когда информация приходила через 2-3 недельки. Это очень такая своеобразная. Зачем вам это? Вам создают иллюзию обезьяний причастности к неким процессам. Для того? Для того, чтобы вас развести и обмануть. Больше ни для чего. Думать, кто-то заинтересован, чтобы вы там, например, хорошо понимали, куда деваются деньги, выделяемые госбюджетом, например, для пенсионеров. Да нет, конечно. Многие начинают догадываться, когда видят дворцы пенсионного фонда. Но многие продолжают думать, что о них там интенсивно будут заботиться. То есть, живя в мире иллюзий, до вас почти невозможно достучаться реальной информации. Поэтому пользоваться этим, в общем-то, можно только по необходимости. Погоду там посмотреть, расписание электричек. Полезные, очень нужные вещи. Все остальное вы должны получать из внешнего мира. Сравнивая то, что происходит вокруг вас. То есть, купили картошки, оставьте чек в кармане, пальто. На будущий год вы его сравните с другим чеком и удивитесь до чрезвычайности. Человеческая память короткая, а на чеке написано. Ну и так, за что ни возьмись. То есть, объективный мир, существующий вокруг вас, очень часто подменяется вот на эту налатонную лабуду, которая формирует ваше сознание и те иллюзии, которые позволяют вами пользоваться, как щеткой для ботинок, очень быстро. Надо быть внимательным и осторожным. Тогда у вас втруваются перспективы не только книжного знания, но и практического. Например, подготовка терна, а это терн, к настойкам. Чрезвычайно полезная и ценная ягода. Но некоторые, кто себя плохо ведет, вы знаете, те оказываются в терновом венце. Поэтому будьте осторожны и внимательны к тому, что вам навязывают через общедоступные сети. На этом до свидания.